Верили в победу. Это безотносительно, без ничего. Я с первого дня верил. Я с первого дня верил. Бомбежки каждый день бомбить. Днем, значит, нормально ходило метро, а ночью, где поезда ходили, накрывали досками, там были подготовлены вот эти матрасы, и все приходили ночевать в метро на всех станциях. Гул какой-то был, конечно. Они большие бомбы бросали, там полутонные бомбы, большие бомбардировки немецкие. Они по мелочам-то не действовали, а бросали. Если бы не московское метро, потери от немецкой авиации было значительно больше. Было значительно больше. После разгрома немцев под Москвой многие из защитников города отправились на отодвинувшуюся на запад передовую. Поехали воевать на Брянский фронт. Саперные части подвергались опасности не только на минных полях. Самоотверженные бойцы также рыли траншеи и строили укрепления, часто под непрерывным огнем противника. Это было в мае месяце, в мае месяце 42-го года. Мы там готовили как бы запасные позиции для наших войск. Мы работали только ночью, потому что днем работать было нельзя. Немецкая авиация господствовала в воздухе. Однажды мы запоздали уйти с этих позиций. И вот налетела эскадрилья, и батальон буквально расшвыряло всех, так сказать, на дороге. До леса, может, километр два не дошли, все уносили. И они нас расчехвозили. Ну и я вот тоже был бомбой ранен, отброшен, сознание потерял, глаза зацепаны. Рука вот до сих пор, вот часть руки, сюда, в живот. Спасли санитары, в госпиталь. Самые кровопролитные бои разворачивались во время освобождения крупных городов, таких как Ростов-на-Дону. Исход яростных уличных схваток часто был непредсказуем. Перешли, когда Дон, вошли в Нижнеголовскую. Значит, мы на одной стороне заняли одну улицу, а они буквально метров через 60, может быть, 70 немцев там сидят. Не все еще ушли туда, на МИУС. Они у нас, мы в них. Заезжает танк, легкий танк. Ребята, стрелок-радист убит. Кто умеет стрелять из пушки? А Самсонов, Валера, я умею стрелять. Сел и начал их расстреливать. Они как крыши из этих самых домов побежали. Немцы, как крыши. Он открыл люк, бросил гранату. И в это время ему снайпер в голову. Танкист приезжает. Забирайте своего командира. Мы его вытащили, мертвый. Чаще других своих товарищей теряли бойцы штрафных батальонов. Их бросали на самые опасные участки фронта. С Дору пошли на Дон купаться. И решили, давайте, кто первым переплывет в Дон. Взяли свои шмотки на головы. Переплыли на тот берег. И там подходят к нам патрули. Ваши документы. И видеть по документам. Три дня нужно было быть уже в резерве. А мы тут отколачиваемся. Вместо того, чтобы отпустить, поругать, дядь в штрафной батальон всех запихал. На месяц. Михаил Тимофеевич оказался в рядах штрафбата во время МИУСской операции на Донбассе. Сильнейшая оборона была. Там несколько полос обороны. Немцы там целый год строили оборонительные. Они на высоком берегу МИУСа. А мы внизу. Пустили нас в атаку. Без артиллерийской подготовки. Будем говорить так. Ну, штрафники. Погибло нас много. Там у нас было человек 230. Вот так вот в батальоне. Человек 57 осталось. Две трети погибло. Скупать вину только кровью. Или тебя убивают, или ранят. Вот тогда ты освобождаешься. Или тебя не убивают. Ты остался чудом жив. Вот я остался чудом жив. Сегодня ветеранов штрафных частей Почитают так же, как и бойцов из других подразделений. Об их подвигах не писали в официальных сводках. Но их вклад в победу трудно переоценить. Почитают так же, как и бойцов из других подразделений. Продолжение следует...